Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите 12-й по счёту выпуск еженедельного стрима из офиса AppleInsider.ru iCast И с вами, собственно, как всегда, его ведущий. Меня зовут Илья Казаков Меня зовут Илья Гробовский И мы начинаем. А что мы начинаем? Наверняка есть те, кто присоединился к нам впервые Именно поэтому мы считаем необходимым вам сейчас объяснить, собственно, что будет в ближайший час Или, может быть, даже больше здесь происходить Мы с вами будем обсуждать все самые не очень даже интересные темы В Apple не только мы будем отвечать на ваши вопросы Мы будем задавать вам свои вопросы И, в общем-то, мы, я думаю, проведём очень даже неплохо время Задавать свои вопросы вы можете Во-первых, на YouTube, если вы смотрите у нас на YouTube Пожалуйста, пишите, задавайте, спрашивайте, всё что угодно Я лично за этим чатом слежу Кроме этого, у нас есть замечательная и всем известная страничка podcast.plansider.ru Которая по вторникам проходит подкаст А по четвергам, собственно, находимся мы со своим iCast Там тоже есть чатик Туда заходите, пишите Илья Гробовский всё внимательно отслеживает И мы тоже ответим на ваш вопрос И кроме этого У нас есть ещё Twitter с хэштегом iCast Там мы тоже отсматриваем всё, поэтому пишите туда тоже Но лучше всего в чатах на YouTube Либо на подкасте Знаешь... Там удобно Ну вообще, да, да, да Но в принципе, вы можете писать туда, куда вам удобно Мы в любом случае всё увидим И постараемся на самые интересные ваши вопросы ответить Поэтому не стесняйтесь Пишите, спрашивайте Давай я сразу начну Давай, отлично Первый вопрос Подсказать ли тебе ещё менеджера для Android? Спрашивайте, кто знает Да, на самом деле мне сейчас требуется Подсказать Действительно интересно А почему тебе Evernote не понравится? Evernote, понимаешь, вот Evernote я к нему пытался привыкнуть с начала этого года Ещё на планшете на своём андроидовском У меня был Sony Tablet S И мне нужно было естественное приложение для заметок И как-то никак Понимаешь, он какой-то сложный Там какие-то дурацкие блокноты Я недавно стоял на Nexus И ничего хорошего я не видел Понимаешь, мне нужно такое приложение, как Wunderlist Его открываешь И перед тобой просто список твоих задач Ты одним нажатием добавляешь задачу и всё Стикеры Нет, стикеры это не совсем то Вот именно такое приложение мне нужно Все остальные Либо они гиперфункциональны Что в принципе мне совершенно не нужно Либо они какие-то дурацкие Wunderlist всем хорош Есть клиент для Mac Есть клиент для Android Есть клиент для iPad Что в принципе именно мне нужно Смотри, когда верят цены на iPhone Через 4 часа продажа начинается То есть за 4 часа ты реально ещё заработать того, что не может не хватить на самом деле Ты знаешь, смотря кем работать Потому что, не, ну, при желании можно заработать даже не на один iPhone Ну, мечты сбываются Так, а вот смотри Откуда у вас только денег на iPhone и Mac Ну я знаю, что у тебя ты сэкономил на телефоне А у меня нет денег на iPhone на самом деле Так что заряду так У меня, у меня Nexus Программили Когда будет обзор Mac Pro, Люк, у него тоже интересно Когда ты его притащишь уже Это мне переоцеление Или обозрёшь Ага, просто Не, на самом деле Ну, Mac Pro мне лично было бы достаточно сложно обозревать По той простой причине, что штука очень специфична А я, в принципе Ну, я не сэкономил Я не знаю, вон, я только один вопрос Игрушки надевают А как? Игр на Mac'е нет То есть, ну, это всем известная истина И... Давай ты прямо в любом эфире попробуешь Астрид Ваш идеальный список Как раз то, что тебе нужно Ну да, паспорт А я пока спрошу то, что я стеснялся тебя спросить сам Но так как спросил наш постоянный читатель Жираф Опять газоскоп? Да Не жарко вшаркать? Да нет, кстати С учетом того, что у меня практически лысая башка Мне совершенно не жарко Казаков накачанный Он дотащит Это, наверное, про Mac Pro Ребят, вы мне, ле и богу, переоцениваете Астрид, а там есть или... А вот сегодня вопросы Прямо целый день тебе По мне никто не соскучился Поэтому... Не смотря на то, что я там гугольмо Нет, я помню тебе Смотрю Что лучше ставить? Какинтош или Windows? Оу Ну, я даже не знаю Наверное, все-таки Windows Windows на самом деле Отличная операционная система Сказал я размахивать И он у меня троить Смотри, iPod Touch 5 Когда он подешевеет Хоть немного Я думаю, что подешевеет То, когда будет iPod Touch 6 А до этого времени Есть только какие-нибудь акции Знаешь, ну там Промежуточные бывают скидки У реставлеров, допустим Там, ну, 500 рублей скидут Тысячу, ну, вот ты знаешь Периодически такие Нам каждый раз Нам каждый раз задают вопросы Касающиеся цен И, соответственно, их снижения На технику Apple И, ребят, ну, ей-богу Ну, никогда Ой-ой-ой, чуть не уронил Никогда не угадаешь На самом деле Когда цены пойдут вниз Когда они будут подниматься Потому что российский рынок Российский серый рынок Он вообще непрерывный Нет, я говорю сейчас про официальных Что у них больше Скидки, ну, периодически Знаешь, небольшие такие Не зачеркиваю Так, красиво Так, вот смотри Илёха, ты пробовал монтировать На Mac Mini видео Я просто не успел снять еще обзор Поэтому не знаю Что ты там сказал про видео Не говорю вообще Mac Mini, да, да, да Он мощный Он реально мощный Мне понравился Вот я в него ковырял Прям целый день Старался посмотреть Все, что смог И, честно могу сказать Эта машинка меня удивила Ну, во-первых Сразу скажу Что это был мой первый Mac Mini С которым я вообще сталкивался Как-то не приходилось Мне вот с этими Крабульчиками Общаться И вот 2012 года Моделька меня действительно Поразила тем Что она Несмотря на то, что она маленькая Она очень мощная Вопрос из трех От нашего постоянного читателя Ну, да, да, да Прочитаю по частям Обновить 4С до пятерки Ну, наверное, можно Если позволяет Ну, средства, допустим И желания есть Следующее Отдать 4С отцу Я тут при чем Не знаю Твое мнение Отдать или нет Или взять Mac Mini Ну, не знаю Не знаю Сложно ответить Поэтому я бы посоветовал На Mac Mini просто не позвонишь На самом деле Вообще очень сложно Позвонить с Mac Mini Друзья Скажите Ну, лучше видюху ставить Ну, та, которая подорожная Друзья Напишите, пожалуйста В чате Что у нас сегодня С качеством видео Потому что Ту картинку Которую наблюдаем мы На нее прям-таки Больно смотреть Мне очень хотелось бы знать Насколько хорошо У вас сегодня Обстанавливаются Нет, нет Звук огонь И видео пойдет Ну, тоже ничего Лучше, чем ничего Опять же Вот смотри На YouTube спрашивают Вы крутые парни Класс Да Ну, крутые парни Много раз спрашивают Ребят, как включить Нет Не там не съехало Как вы считаете Что вы говорите Купить весной iPhone 5 Или подождать выхода iPhone 5s Определенно точно нужно Покупать iPhone 5 Но с другой стороны Никто не мешает Подождать до выхода iPhone 5s Или даже до выхода iPhone 6 Или 7 А 6s Или 6s Не в плане того, что Измениться очень много А вот именно названием Возможно ли такое Что вас будет и пропустят Если Apple будет выпускать Какую-то промежуточную модель То она Вполне вероятно Будет с каким-то суффиксом То есть Это не будет полноценно Новая модель Это будет какой-нибудь Galaxy S Но кто-то знает Какой-нибудь S Нам не нужен А наебал Ну да Ну ты меня понял То есть Я не вижу на самом деле Смысла Я бы хотел получать Каждый год По новому телефону То есть Не в каком-то Да хотя бы По Google Nexus Илюха А вот это точно к тебе Galaxy S3 или Nexus 4 Ну конечно же Nexus 4 Это прям Даже мне кажется Обсуждать нечего Nexus 4 Во-первых Он новее Во-вторых Самые новые версии Android И в-третьих У него дизайн клевый У меня друг Пишет Дмитрий Климонов Готов на все Роди iPhone 5 Мы подумаем Что за На самом деле На все это не нужно Еще можно принять Участие в конкурсе Мы разыгрываем Два iPhone Да, друзья Давайте Некоторые пишут Вконтакте Я правда стараюсь Удалить Если вижу Что уже не успеть Все успеет Разницы никакой нет Вы можете даже Участие 26 декабря В принципе Да То есть Даже 27 пока Не выйдет финальное видео Для тех кто не в курсе Давайте я вам Быстренько объясню В чем заключаются Условия конкурса Во-первых У нас на YouTube Уже есть два видео Два видео В которых Достаточно подробно Мы рассказываем О том Что нужно делать Для того Чтобы выиграть Один из двух iPhone 5 Который мы разыгрываем Но во-первых Вам нужно подписаться На наш контакт И на наш YouTube Это в принципе Не сложно И даже недолго И вообще С этим справится любой И разместить В одной из социальных сетей Которыми вы пользуетесь Сообщение Что вы участвуете В конкурсе От ЭКонсайдер И хотите выиграть iPhone 5 И приложить ссылку На конкурсные видео Все Собственно Это все Что от вас требуется И Точнее не совсем все Вам нужно будет Собрать еще 10 подсказок Подсказки Оговоримся сразу Они не являются Подсказками как таковыми Это по сути Просто какие-то Несвязанные слова На данный момент Уже было Сколько подсказок? Не знаю Я знаю Несколько Нахажем Две было Наверное Может быть одна А по-моему даже три Ну вообще Не больше трех Подсказок уже было Они публикуются Только вконтакте На нашей страничке Вконтакте И только на YouTube То есть нигде более Вы не найдете подсказку Подсказки Выглядят совершенно Ну Они не спрятаны То есть Если подсказка Будет опубликована Она будет опубликована С большим буквами Подсказка Да То есть Не было такого Было такое Да не было такое Да был такое С даже светящихся баннеров Стрелочек Светящихся баннеров Не было Но В любом случае Подсказку Вы не пропустите Если Будете Хоть чуть-чуть Повнимательнее В общем-то и все 20 какого-то числа В видео Мы об этом говорили А мы вам расскажем Что делать дальше С этими подсказками Покажи свою кружку Кружку Это уже наша фирменная кружка Вот она вот такая С яблочком Леха А это наверное тоже К тебе вопрос Потому что у тебя написано Что это YouTube Блядь Как тебе новый стиль YouTube И вот вновленность с этим У меня был вопрос Вконтакте Мне кажется ли тебе Что он похож на андроидовский Прям стиль Я правда Не сложно сказать Что это Так-так-так Подожди Еще секундочку Давай сначала Как тебе вообще Вот общее Изменение YouTube Вообще Вот буквально Недавно я был на Мероприятии Проведенном YouTube Ну точнее Google Посвященном YouTube Ты продал свою подпись За футболку? Да я Не только подпись Продал За футболку И там как раз Обсуждался вопрос Нового дизайна И на самом деле Скоро Совсем скоро Как обещает Google YouTube Будет очень крутым Очень удобным И вообще Супер классно Но пока Видимо Это какой-то промежущее Переход от котят К щенятого Не было Нет Пока Пока только котят Пока только котят Слушай А вот еще На мероприятиях Было много людей С техникой Там было много еды Нет А вот с техникой Apple Было много Да было На большинство Большинство Актеры Продержали Или все-таки Да нет Кто Айпэд Или макбук На коленках У многих было А сам Google Какую-то Вот технику А сам Google Вещали Вещали То ли MSI То ли еще То ли IBM В общем непонятно Но какой-то маленький Такой серенький То ли Leno Вообще Ну в общем Фигня какая Вы только позовете К себя Вайкаст Рената Мы зовем Каждый Айкаст На самом деле Рената Но Ренат Каждый Айкаст Почему-то Не хочет Приходить Вот Такое Почему в шапке Да блин Ну ладно Ладно Это было Не обвинение Но Много людей Знают на улице Ну Вообще Только знакомые Иногда Кстати Не всегда У меня Старый Ютуб Это нормально Спрашивает KJKM173 KJKM173 Это вполне нормально У кого-то Новый У кого-то Старый дизайн Потихонечку Все будут пересаживать На новый дизайн Так что Не переживай Не всех Пересаживай Не всех Да Ну вот У меня Допустим Новый дизайн У тебя тоже Мне кстати Очень нравится Новый дизайн Ютуб Мне нравится Только поиски Ютуба Не очень Картинка А ты знаешь Я не еще Ничего Я как бы Плываю в наш канал И все Вот 99% Времени Что я провожу На ютубе Это наш камбук Надень Нет Надень шапку Два раза написать Слушай Походу Надо надеть Все таки Ренат не нужен Старый газ Ну на самом деле Те кто соскучились По Ренату Надень обратно Друзья Мы вам скажем Что Рената Вы прекрасно можете Услышать Каждый вторник В 21.00 В еженедельном Подкасте Клансайдер В котором обсуждаются Всякие крутые штуки С юмором И очень интересно Я сам слушаю Мне нравится Вот смотри Кто-то очень давно Видно нас слушает Ну точнее Постоянно слушает Но уже начал давно И вот нас спрашивает Как вы Чем вам теперь платят Помню что Раньше спрашивал Месяц назад Вам платили картошкой А ничего не изменилось Сейчас снегом Даже картошки перестали платить То есть ну Иногда желтым Ренат говорит Некогда объясняет Жрите снег Да Ну а мы Собственно А я кстати Паспорт нашел Тут кстати Такая забавная штука Была Во вторник Кто-то из ведущих Подкаста Обронил Такую фразу Что я нашел Свой паспорт У Рената в тумбочке И теперь я свободен И я ухожу С инсайдера Вообще куда-нибудь Ну в общем Посмеялись Забыли Потом Ну да Давай Посмеялись Забыли Но После этого Мне в твиттер Мне в личку Вконтакте Начали приходить сообщения Блин Я помню Это когда про Винни Спрашивали Целая эпидемия Вопросы Да Винни ушел Где же Винни На самом деле Друзья Если вдруг Туда не ухожу По крайней мере О том Что я ухожу Я еще сам Не в курсе Мы у тебя уже ушли Блин Если что То вы меня Оставьте в известность Хотя бы Что там делать Что там делать Сидят пипец Как бабы в базарной Так вот А Мария Спасибо, что пришел Когда ходила К Раскофе Там была такая ситуация Продавали в общем котят Котят Ренат жмот Ренат не жмот Мне пишут Что у меня забавная шапочка Снимай Никита Юшкин 2012 Спрашивает А что тут делать Никита Ты наверное Только что присоединился Еще даже не в курсе Что здесь происходит Ты можешь задавать Свои вопросы Нам Как автор MyPlaceSider.ru А мы на них Собственно Постараемся ответить Если вопросы будут В рамках Приличные Наверное так Илюх Ты я скачал Тебя спрашивают Как это Человек тоже ищет Ну я скачал Но я еще не успел Посмотреть Посмотри Тут надо регистрироваться Ну все Удаляй Илюх А вот если Note 2 Nexus 4 Или iPhone 5 Да блин Они все классные А если добавить К этому еще Галактика Какое Третье Нет Третье Галактика Уже не классно Смотри Ребят Что лучше MacBook Pro Или Monster Beats Это прям Хватканил А нет Подожди Это наверное Не так Я не так прочитал Забудьте Что я сказал Там дальше Еще что-то есть MacBook Pro Или То есть MacBook Pro Это в красной стороне Ринга В красном углу Да А в синем углу Monster Beats PC Vita iPad Mini И iPod Nano Слушай Ну мне кажется Вот Красный угол Подожди В красном у нас что Красный у Macbook Pro Нет нет Тогда и синий угол Выигрывает просто Никита Пожас А нет Ну ведь MacBook Pro Это же все-таки Это даже не Air Это Правда Я конечно понимаю То что это MacBook Pro Но блин PS Vita Monster Beats iPad Mini iPad Nano Сколько всего Друзья Зачем Я не знаю Я даже не знаю Зачем У меня много вариантов Зачем PC Vita Если есть iPad Mini Зачем iPad Mini Не 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 Ты хотел У нас сыграли Хорошо Кстати С Плазой надо поговорить По поводу PS Vita Хочется посмотреть Интересно Хочется поиграть Интересно Ну да Хочу покупать iPad 4 На Новый год Спрашивает Денис Ходорковский Может ли быть такое Что Apple выпустит Новый iPad в марте Ну на самом деле Уже ни в чем Нельзя быть уверенным Что Apple выпустит Или не выпустит Но на самом деле Если есть мысли О покупке iPad 4 То не задумываясь Иди и покупай Потому что Этого девайса Тебе хватит Действительно надолго И на данный момент Он очень хороший Даже слишком Смотри Стоит ли брать iPad 4 Про условие Что есть Nexus 10 И вы похожи на Петросяна и Батрудина Я надеюсь Я надеюсь Что похож на Батрудина Можно Я не буду отвечать На этот вопрос Нет Вообще Стоит ли брать iPad 4 Если уже есть Nexus 10 А зачем тогда iPad 4 покупать Если есть Nexus 10 Ну просто сменить Ну это тот же факт Ну вопрос Как бы знаешь Вот стоит ли Переходить Допустим на iPhone Если у тебя уже есть Nexus Ну вот В плане Из этого уже Категории То есть как бы Стоит ли вообще Менять Атмосферу Как бы вот эту Я не могу ничего Ответить по этому вопросу Это должен решать Каждый сам Вы полностью Перешли на легальную музыку Я на данный момент Вся та музыка Новая Которая именно Скачивается Она скачивается Из-за iTunes Store Я Открывался На обращ А и типа Ты стал таким Офигенным Да Вообще Так вот Слушай Да Ты хитер Так А смотри Можно поподробнее Как мы к мини В играх ставили Что-то кроме StarCraft Честно говоря Мне очень хотелось Поставить Diablo третьим Но Те кто в курсе Возможно Те кто ставили Третью Diablo На русском языке На Mac Знают Насколько это проблематично И честно говоря Я просто не стал запариваться Я гонял полдня В StarCraft И остался доволен Он идет очень хорошо Так Поехали Пообщем Смотри Как пройдете Эти выходные А я на кайте кататься буду Завидую Даже отвечать не хочется Смотри Уберите телефон Из кадра Андроид Телефон Из кадра Уберите Андроид Из офиса Потом Почему Кроковский Постоянно горает Он упорно Отвечает Ваш любимый Мульт От студии Pixar Я не знаю Ни одного Мультика Я тоже Честно говоря У меня просто В голове Это путается В планете Pixar Dreamworks Вам уже Некуда Девать Наклейки Apple Что вы Кружки Клеите Нам Девать Кружки Некуда Что мы Клеим На наклейки Да На самом деле Кружку Неклейки Иреха Что лучше Mac mini Плюс Монитор Или iMac Смотря Какой Монитор Потому Что Есть Монитор Который Действительно Лучше Ну Давай Скажем Так Ты сидишь За 20-30 Монитор Скажи Так Груб Нет Я понимаю Что Это Очень Другая Но Я Просто В сравнении Потому Что iMac Стоит Сколько Тысяч Пятьдесят Наверное Ну Наверное Да А Mac mini Все Сколько Двадцать Шесть Да Чтобы Примерно Уравнять Варианты Только За счет этого Ну В любом Случай Я бы Взял Лучше В таком случае iMac Потому Что Это Дудлик Привет Мир Всем iMac Миш Привет Большой Тебе Очень Здорово Что И Ты К Нам Сегодня Пришел Спасибо Ну Блин Да Будет ли Apple Store В России Они же умеют Красиво Сказать Привет Привет По Питерски Так Да Сколько Тебе Лет Вот Нас Уже Спрашивают Видос А Почему Меня Спрашивают Как Тебя Илья зовут Мне Девятнадцать Ок А Где Ты Взял Подожди Меня Спрашивают Про Мою Фирменную Футболочку Почему Если Спрашивают Крутую Футболку Это Наверное Просто Про Моя Белую Нет Где Ты Взял Такую Футболку YouTube Россия Спрашивает Only Apple Incorporated Знаете Есть Сайты Такие Где За 350 Рублей Любой Принт Я Взял В офисе Бугла На самом деле Смотри У меня Есть Есть Несколько Вопросов На Петросяна Похож Илья Вот Я Ж Тебе Говорил Где Все Да Вот KJKM 173 Говорит Что На Петросяна Похож Илья А Так Как Тебя Зовут Илья Ты Похож На Петросяна В общем То Вот Все Уже Нет Потому Что Илья Отвечал Про Возраст Теперь Твоя Очередь Эй Да Хватит Меня Дергать Уже Смотри Вы В Москве Или В Питере Вот Понимаешь Мы Что В Питере Как бы Как-то Сказать Ну Именно Мы Именно Мы Добавимся В Москве Да Смотри Ты Уже Скачал Бум Ёлки Я Не могу Тебя Спросить Нет Я Сейчас Не собираюсь Скачивать Альбом Дорогие Ведущие Здравствуйте Добрый Поделитесь Пожалуйста Своим мнением Насчет Покупки Айфона На ebay Можно Ли Уже Заказывать Ведь Раньше Был наложен Запрет На пересылку Течки С батарейками С людьми Батарейками Насколько Я знаю На ebay Уже Нет Такого Запрета Вообще На самом деле Все Не так Запрет Был у почтовой Службы США Можно Было Пересылать Через всякие DHL И Допустим Фидикс Ну вот Транспортными Компаниями Это можно было Сделать Но в любом Случае Лично Я от себя Не рекомендую Покупать Что-то на ebay Ну на самом деле Разве на ebay Это намного Дешевле Чем Допустим У серых Может такой же серый Как и продают У нас В магазинах То есть Купить За 27-28 тысяч У нас Уже можно Ну Минимал Допустим Не отсматриваю Сколько Ну Где-то Да Люф Я все забываю Я спрашиваю Хафон Тебе не понравился Да Я его где-то пробовал Я не помню Пробовал я его на андроиде Или нет Но Я точно пробовал Его на маке Я точно пробовал Его на аэро Ты же на домове Да Я хафон Да Да Блин Лучше твинбота Клиенту просто Твиндек Твиндек Это старое Древнее Его разве не нравится По-моему Нет Миша Что-то пишет Там Чат Аймак Уберите Какие-то Выключил Люми 920 Или айфон 5 Айфон 5 По моей характеристике Поправьте хромаки У мяты немного Нужно погладить На самом деле Все равно Что он мятый Потому что Кейтс Даже такой мятый Вполне себе Хорошо Так что Не переживайте Кто Они Эти безумцы Поставил Дизлайки Пишет Пишет ЗПЛHD Привет Эплансайдер Как дела Спрашивает Эльдар Пупкин Смотри Тебе ответили Казаков Тебя что Винни-Пух зовут Разве не меня Дзинь Ладно Так А снег идет Вот спрашивает У нас Мазэ 96 Вот честное слово Мазэ 96 Лучше бы шел снег Потому что Когда снег идет Хотя бы не так холодно А разлочить Залоченный телефон Дома самому Реально Нет А через Как это называется Паяльник Да Нет Черт карточка Как она называлась Для Вейсима А сейчас по-моему Уже не разлочивается Вообще ничего А смотри Пишет Там же на ebay За 5 долларов Можно разблокировать Вот Стас Рева Опять же возвращаясь К теме Твиттер клиентов Для андроид Попробуй Говори Плюм Стас Я пробовал Плюм И он Меня не устроил Вообще Никаким параметром Дело в том Что Твитбот Вот он Твитбот 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 Он задает планку качеством твиттер клиентов Просто настолько высоко Что ни один клиент До него не дотянулся И функциональность И дизайн И удобство пользования Это Смотри Это наверное тоже Два вопроса к тебе Первый Давай быстренько Почему так много пьешь чай Ну кофе Я люблю Смотри Как тебе обновление Google Play Обновился Да Google Play обновился Появились фильмы Появились книги Расскажи нам В сравнении срочинцами Мы это уже не видели Ты знаешь Вот фильмы Вообще Как Ну Ассортимент Я особо даже не ковырял Я был удивлен тому Что О Play фильмы появились На телефоне Откуда ни возьмешь О Play книги появились Я полистал книжки Единственное что Вот допустим В приложении Play книги Мне понравилось Пролистывание Книжек То есть там Такой приятный эффект Ну не как в iBook Конечно Дайбукс он не дотягивает Но Он вполне себе хорош Но то что Можно напороться На скан книги В Play Это ребят Вообще ни в какие ворота Не лезет Когда я покупаю Книгу за 250 рублей Я точно не хочу Видеть скан Причем не всегда Качественный Скан книги Вот Ребят Google Разберитесь Пожалуйста С этим как-нибудь Потому что это не дело Касаемо фильмов Ничего не могу сказать Не скачивал Не покупал Не брал в аренду Я вот даже Расскаживаю Спрашивать парня Вы когда-нибудь играли В какие-нибудь игре Между собой Боулинг Шашки Кто побеждал Они не играют Что-то они не играют Да Горгоговский замеркает На то что Нас надо сводить Боулинг Шашки Шашки Я приведу К вам шашки К вам шашки Мы играли Я помню В это Тап В зомби Да В зомби Мы играли Мы играли Птичку В это Тайни Вейт Да Рената Выиграл После этого Два месяца Зарплаты Ну что Мы у тебя ушли Так Вот у меня спрашивает Илюха А вот вы уже нашли Применение нового Черно-белого фильтра В инстаграме Я очень не люблю Черно-белые фильтры В инстаграме Если мне нужна Черно-белая фотография Я кстати очень люблю На самом деле Я думал Речь шла не о черно-белом фильме А о фильтре Вильям Новый Вилол Вилол Ну да Он черно-белый Ну не совсем Нет Он черно-белый Не черно-белый Это черно-белый Есть инквел У него контрастность Чуть повыше То есть соотношение Черного и соотношение Белого А инквел Он более мягкий То есть там Фигня короче Что-то я попробовал Мне не понравилось Более лучше Черно-белый Вообще Фильтр очень красивый Да нет Это фигня Нет Мне очень не понравился Этот фильтр Он бестолковый Почему у меня Самсунг Вот Задают мне Такой вопрос На самом деле Наверняка Многие знают Кто нас постоянно смотрит У нас В каждом выпуске Мелькает Google Nexus Я его приобрел Только по той простой причине Что я хотел сменить Айфон Но не хотел Айфон 5 Я смотрю Как раз первый выпуск По-моему Казаков перед каждым выпуском Выпивают бутылку водки Да Нет Это не так Это совсем не так Совершенно неверно Почему яблоко у Apple Треснутое А что не верно Ну вот эта картинка Знаешь что она такая Но вообще Это такой блик Очень резкий По-моему сделан Ну да Просто Переход А почему бы нет Фринсив Мне не очень нравится Мне очень нравится Логотип Apple Когда он просто плоский Безо всяких бриллиентов Без всего Ну то есть плоский Совершенно простой Логатик Хочу купить хромокей Говорят там серьезные проблемы С освещением Сложно правильно осветить Ну Просто нужно нормально осветить Хромокей Ну так айфон берете И мажете 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 На самом деле На самом деле Что касается освещения Достаточно сложно Если вы снимаете С тем светом Который у вас есть На данный момент И он вас устраивает Это хорошо Но как только вы допустим Купите себе Одну лампу Для освещения Чего-либо Вы сразу поймете Насколько все неудобно Насколько все плохо стало И вам придется Покупать еще целую кучу Различного светового оборудования Чтобы нормально Все делалось Не подскажете У меня дом ночник В виде цветочка Вот И вообще Я вам куплю как лампу Хочу хромокейс Хочу островокей Смотри Стоит ли ждать Обновленное подклассик Хочу купить Но будет обидно Если обновить А если не обновить Все вообще исчезнет Я так и не куплю То сам себя За Угушу Ну Я не вижу смысла На самом деле Не укусите Не дотяньтесь Не дотяньтесь Можно Кого-нибудь другого Вообще Честно говоря Классик Что там обновлять Ну Обнов Единственная его проблема То что он звучит Не так хорошо Куда больше Ну в смысле Нет Не больше А вот Заменить этот жесткий На SSD Да Но это будет дорого Это будет дорого Блин Ну если честно Мне кажется Ну как сказать Плеер крутой Но на сегодня Он стоит слишком дорого Конечно Памяти тоже Дофига Но Блин Не знаю Вот в то же время Смотри У жесткий диск на терабайт Допустим Сигдеет Стоит Две шестьсот Ну это жесткий диск Да Ну Не копейки Честно Сколько Семь пятьсот Семь пятьсот Стоит То чтобы Вот эта хрень Еще и звучала Нет Ну Это на самом деле Долго Обсуждать можно Ну то есть Представляете Грубо говоря Если бы твой Айфон Ну хорошо Просто если бы Айфон не звучал Он стоял бы Допустим Не тридцать пять тысяч А двадцать семь Окей Ну то есть Как бы Семь тысяч Только вот это За то что он звучит На самом деле Я вот Хотел бы сделать Такую небольшую паузу Друзья Если вы смотрите Нас онлайн Мы очень рады С нами сейчас Сто семьдесят Двадцать лайк Это очень здорово Не постесняйтесь Поставить лайки Этому видео И заодно Пройтись по нашему Ютуб каналу Поставить лайки Там Пяти предыдущим Вам же ведь не сложно А мы и для вас стараемся Если вы смотрите Нас в записи Что тоже Немаловероятно Обязательно Поставьте лайк Где-то здесь Он Там Где-то Короче Под этим видео Обязательно поставьте лайк Вот такая вот Небольшая была пауза Для тех Кто к нам присоединился Только что Лирическое Отступление Ты пока Собирая вопросы С вами Илья Козаков Илья Гробовский Вы смотрите Аж двенадцатый выпуск Прямой трансляции Из офиса Plansider.ru Под названием iCast Свои вопросы Нам вы можете Задать В чатике На ютубе Если вы смотрите Нас на ютубе В чатике На podcast.plansider.ru Если вы находитесь Там И смотрите нас Там В любом случае Пишите Можно даже писать В твиттер С хэштегом iCast Мы обязательно Все прочитаем И постараемся Ответить на все Ваши самые Интересные вопросы Поехали Ты наверняка Что-нибудь набрал Да Смотри Во-первых Стоит ли сейчас Брать Galaxy Nexus Или через 3 месяца Накопить На Nexus 4 Взять Ну точнее Лучше Nexus 4 Честно говорю У Galaxy Nexus Есть одна Большая проблема Это очень Блохло Аккумулет Ну Его хватает Максимум Надеть Смотри Еще был вопрос Не хочется Снять Небольшое Обучающее Видео Я чуть Переделывал Вопрос Небольшое Обучающее Видео Для тех Кто хочет Начать Снимать Что-то На хромакее То есть Прям Минималочка Такая Как начать Просто Работу С хромакеем Ты знаешь На самом деле Хромакея Это штука Такая И Лично Я не чувствую себя В силах Обучить Кого-то Пользоваться Хромакеем И кеять Нормально Потому что Я сам Я умею Вообще Минимум Всего То есть Это вещь Очень сложная Это целая Наука И Вот Тут я Вряд ли Кому смогу Помочь То есть Хромакей Лучше Подсвечивать То есть Чем Лучше Освечен У вас Хромакей Тем проще Будет его Отклеить От себя Уже Видеоредактор То есть Если у вас Жухлый Темный Зеленый Айфон Жухлый То будет Сложнее Если он Хорошо Подсвечен Допустим У нас Более-менее Хорошо Подсвечен Даже без Дополнительного Света У нас Он отделяется Без проблем И еще Как тебе В сравнении iPad mini И iPad Который У тебя был С ретиной То есть Ну Я так Думаю Что речь Наверное Все-таки Не о размерах А Производительности Производительности Знаешь Примерно На одном уровне Что касается Производительности А вот Экран Конечно На Большом iPad С ретиной Он Заметно Лучше Ну хотя К этому Я уже Привык То есть Я не могу Сказать То что Он мне Выжигает Глаза Потому что Я плачу Кровыми Слезами Глядя На дисплей Mini Но он Нормальный Берете Sony Vegas Выбираете ChromaCare Потом Вопрос 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 А потом Профит Ну Да Или Final Cut Или еще Что-то Смотря Чем Вы пользуетесь Смотри Еще Был какой-то Вопрос Но Повторю Тело А Стоит ли Менять iPad На счет Поколения На пятое Конечно Стоит Интересно Не отвалился У нас Трансфер Не должен А как Вам GTA Васить Я Честно Не успел Еще попробовать Поэтому Не знаю Лето Олег Говорит Многие Говорят Что iPad 2 А именно Новая партия Не намного Уступает iPad 4 В производительности И Вопрос Уехал Но Вопрос В том Что Как вы думаете Вы Ребята Вопрос Если Уехал Дело В том Что iPad 4 На две Головы Превостоит iPad 2 И Из Какой бы Партии iPad 2 Не был Он Все равно Слабее Я Пользуюсь iPad 2 И Я Чувствую Недостаточно Конечно Если Я Начну Пользоваться Четверкой Четверкой То Я Пойму Разницу Допустим Я Запустил GTA Vice City На Этой Козявки На iPad Mini По сути То же самое Да Я Понимаю Мне Наверное Это просто Не нужно В плане Что Я Пользуюсь Мне Хватает Но Конечно Если Я Начну Пользоваться iPad 4 То Я Пойму Разницу И Потом Может iPad 2 Кататься Медяно iPad 2 И iPad mini Хватит Недолго В том Проблеме Что Они Через Некоторое Время Через Очень Я Думаю Скорое Время У меня Там Пузень Такая Вот что Какой Пресс Так В iPad 4 Ретина А в iPad 2 Нет Куча ресурсов Идет На Ретину Да На Ретину Идет Куча Ресурсов Извини Меня Если iPad 2 Выдают В Geekbench Порядка 730 Очков То iPad 4 Почти Дотягивает До 2000 Это Разница Очень Большая И Поверь Мне Она Есть И Ее Заметно Ее Заметно Просто Как думаете Завтра Быстро Смекота Пады Мини Ну Того не будем Называть Магазины Просто Вообще Тех Магазин Тебе появится Каковы шансы Вечером Спокойно Купить То есть Продажи Начинаются У многих Сегодня В 0000 Ну Приходите Завтра Когда вам Удобно Я думаю Вы найдете Себе Любой При всем Ажиотаж Я не знаю Как это в Америке Было Да не будет Никакого Нет Ну Есть Скажем так Ажиотаж Не к тому Падает Что Да Будет Очень Ажиотаж Который Маленький Не важно Я думаю Что все равно Очень многие Ждут модели С 3G Ну да Планшет С 3G Он Как-то Для меня Он более Пармотен Поэтому Я думаю Что вечером Можно будет Купить Но Опять же Зная Наших людей Скорее всего 16 Вы не купите Все Дешевые Скорее всего Раскупят Вот Соже Все зависит От того Да нет Почему Препродать Просто Люди У нас Не особо Любят Тратить Деньги И поэтому Ну Как-то Само Менталитет Такой Мне кажется Что Хотя Сложно Сказать Мне кажется Самый непопулярный Почему-то Лично Моем Деньги 32 Потому что Либо покупают Самое Самое Дешевое Либо Наоборот Берут По максимуму Так Почему Вам так Понравился Твитбот Я Твитбот Вернулся Обратно Обычный Клиент Твитбот По мне Уж Слишком Смотрите У вас В обычном Клиенте Есть Реклама И нельзя Посмотреть Фотки Инстаграма А еще У вас Есть Там Убогие Фильтры Нет На самом деле Реклама Реклама Да Реклама Меня раздраживает Твитбот Им удобнее Пользоваться На ios Устройствах Уже стоит Твитбот И поэтому Синхронизация Все-таки Решает Скажем так Можно Прийти к вам В офис И получить Автографы Можно Прийти к вам В офис И получить Автографы На самом деле Забавный Вопрос Смотри Поддержки Начинаются В 18 Немного Поваски Разве Я не знаю Мне Если честно Вот абсолютно Когда у нас Начинаются Продажи Потому что Мне это Не очень интересно Самое безумное Студенческое Воспоминание Это наверное Воспоминание Когда я вообще Пошел В институт Зачем А мне Честно говоря В студенческой жизни Мне так особо Вспомнить Нечего А то А то Что вы Везде Продаваешь 14 декабря Наверное Где-то В 18 Может В Москве Я думаю Что это Немного Неправильно И будет История Как со Связным Потом Как сейчас По производительности iPhone 4 3GS Например Уже Совсем Загибается Да iPhone 4 Честно сказать Тоже Загибается Он работает Он работает Но Бывают Моменты Когда Он подтормаживает У меня Такое В основном Бывает В iMessage Когда Ты едешь В метро Тебе написали Допустим Плакаты Туннелей И потом Он тебе показывает Цифру 1 Ты заходишь Он еще Не обновил Ленту То есть Сообщение Плес Вот он Ну как будто Знаешь Висит И вот Потом Появляется И он На самом деле Про 4 iPhone Что хочется Сказать То что Он просто Сейчас годится Для звонков И для отправки Сообщений Но Как говорит Илья Горобовский Даже для отправки Сообщений Не всегда На самом деле Все зависит От того Что вам нужно Я не играю Поэтому Сказать Что он Висит На играх Да Наверное Висит Но На тяжелых А на простых В принципе Все нормально Гонсалис Лэ удивляется Илья сказал Что на Мини Висит Лагает Да Действительно Подлагивает Время от времени Но Играть в него Вполне можно Он Ну Я бы сказал Что он Идет Вполне достойно Только В самых Насыщенных Сценах Может быть Такое Что Кадры В секунду Просядут Но Это не критично То есть Все Вполне Хорошо Играется Илья Ты знаешь Что такое КМВ Я так понимаю Это какой-то склад Потому что Там пишется Не склад Не вижу Не вижу Имя Смотри Айпад мини На КМВ В Мвидео Взвезли В количестве Аж 6 штук На весь регион Ну Круто Просто Я хотел понять Что такое КМВ Наверное Это какой-то склад Я не в курсе Вы хотите Сказать Что только Афон 5 Сейчас тащит Все вместе Нет Почему Айпад Это Четверка Да и даже Новый Тащит Тоже Все Просто Вопрос В том Что вам нужно Четверка Айфон Тоже Тащит Все Если Для вас Все Ограничено Определенными Рамками Ой Ой Дело в том Что Друзья Нужно Привыкнуть К тому Что Девайсы Ускаревают И Чем Новее Девайс Тем Быстрее Он Ускареет На новом Момент Ты зачем Чумуришь Официальный Твиттер Потому что Он отстой Потому что Он отстой А вот Твитбот Очень крутой На самом деле Я знаю Один момент Которого не хватает В Твитботе Например Для тех У кого закрыт аккаунт Он не показывает заявки Вот Это единственный минус В Твитботе Вот Это реально Единственный минус А нефига Закрывать Свою аккаунду Все равно Есть Допустим Причины Ну Не суть То есть Просто Альтернатива Для людей Должна быть Ну И вот Единственный минус Невозможность Посмотреть заявки То есть Приходится Заходить Либо через Веб-версю Либо через Приложение Ну я бы этого не знал Я с этим просто Никогда не столкнулся А все остальное Говорит о том Что официальный твиттер Полная фигня Да Официальный твиттер Полная фигня Я вот допустим Вынужден им пользоваться На своем твитфоне Но Он мне не нравится Потому что Он просто жутковатенький Смотри Какой интересный вопрос Я правда не понял Но ты наверное понимаешь Ну давайте Скажите пожалуйста У меня гарантия на iPad От кражи Можно как-то сделать так Чтобы его не нашли В случае случайной кражи Я не собираюсь Отвечать на этот вопрос А ты понял? Да Я понял А в чем смысл? Это то же самое Что обмануть страховую компанию Ааа Так вы А какой смысл? Это в том плане Что если я купил Допустим iPad И как бы его потерял Ну подожди Ну гарантия же Столько же денег За сколько я его купил Я не знаю Какие там условия гарантии Ну в смысле Гарантия же не может быть Больше чем стоит Самый iPad Правильно? Ну вряд ли Ну то есть Ты когда даешь банк И говоришь Что ты теряешь Что вы Нет А какой смысл-то Я не с таковой Смысл у тебя Понял Просто вы так делаете Я не делаю Я это честный человек Я Блин У кого из вас iPad mini У меня из нас iPad mini У меня из нас iPad mini Читаете книги? Да Конечно Читаем Листаем Ну а я умею читать Я вот недавно прочитал Классную книженцию 13 самых страшных медицин Заводистов Видишь Это Камневу Камин Короче В Кисловодске Пятигорске И Синтуки Вот на весь этот регион Завесли вам видео Всего шесть iPad mini Молодец Тут тебе даже жорик купит Как она шлаш А какой плюс у желтого Перед красным А Короче Желтые M&M's Они круче Почему? Ну я не знаю Ну а почему они круче Не знаю Нет Понимаешь M&M's Круче та В которой внутри есть орех Это разно Просто шоколадка Орех есть и в желтых и в красных Вот с чем Респект Тогда они все крутые А при чем там не дают Ну да В них орешки Чего вообще-то Ничего я тебя не понимаю Ну блин Вот красный и желтый Какую таблетку нужно? Что лучше macOS или Windows 7,8? МакОэс Конечно macOS X МакОэс X Да 3G я и вёл Вот как раз вопрос Что лучше С шоколадом или с орехами? Ну конечно с орехами За те же деньги А я не знаю Ну короче Орехи рулёт Орехи да Орехи в 7 глав Орехи огонь По-моему мы прогнали Нашёл главного редактора С вами 3G Друзья Не забывайте Ставить лайки этому видео Мне тут сказали То что лайк Прямо передо мной Вот где-то здесь Обязательно нажимайте Там кнопочку лайкнуть Если вы смотрите нас С ютубом Также вы можете смотреть нас Из приложения AppleSighter.ru Вы можете смотреть нас На сайте Вы можете смотреть нас На сайте AppleSighter.ru Вы вообще откуда угодно На самом деле Можете нас смотреть И мы очень рады Тому что вы нас Действительно смотрите С нами сейчас 167 человек И мы с вами обсуждаем Всякое интересное И не очень Вы можете писать Свои вопросы В чатике Где вы видите Буквально можете Писать нам в твиттере Можете писать В твиттер С хэштегом MyCast Вот и всё Вот такой вопрос Кто у вас спонсор На розыгрыш Двух iPhone 5 Спонсора Не поздравить Спонсора на розыгрыш Двух iPhone 5 У нас нет Спонсор AppleSighter.ru Такой вопрос Как вы считаете Лучше купить iPad mini Сейчас или Подождать год И купить iPad mini Следующего поколения А лучше подождать Еще два года Или три Я хотел сказать Вот пройдет год Пройдет год Выйдет iPad mini Назовем его 2 И вот если подождать Еще год Опять же выйдет Еще один А потом еще один Можно так всю жизнь Зато ты сэкономишь деньги Да Друзья Я очень прошу Вас не флудить В чатике Потому что Флуд в чатике Он знаете ли Наказуем И мешает Другим Нашим зрителям Так что Давайте уважать Друг друга Это по-моему Хорошо Казаков начался Читаясь 25 Он точно накурился Морихуандой Почему меня постоянно Пытаются увлечить В чем-то Разыграйте какую-нибудь Фигню Так Рома Давай разыграй Передаю тебе большой привет Рома Ты все-таки добился Того Что мы тебе передадим Привет Очень здорово Что ты к нам пришел А вы можете сделать Своё приложение Apple Insider Для Windows Все гораздо проще Можно сделать А что сделать Небось еще на улице Не закрыл Что ты там спрошел Нужен ли сделать Приложение Apple Insider Для Windows По-моему Кто-то делал Для Windows Phone Есть приложение Для Windows Phone Да, есть А для Windows То у нас для Mac Для Mac В принципе В Windows Есть классное приложение Internet Explorer В нем можно читать Apple Insider Как вы относитесь К тому Что просмотры Из ВКонтакте Теперь не считаются На YouTube Ну на самом деле Конкретно По нам Это ударило Не слишком сильно Потому что просмотров ВКонтакте У нас Не так много То есть У нас основная масса Просмотров С YouTube И с сайта Вообще На самом деле Это плюс Потому что Час ВКонтакте Очень легко Накручивать просмотры И Да Вот в плане Честности Это плюс С другой стороны Нам факт Не просмотр Важен Просто Чтобы смотрели Не для цифр Китой внизу А для Для себя То есть Как бы Это прошло Мимо нас Но не учитывается Теперь Не учитывается И бог с ним Так Разыграйте Шапочку Казакова Ага Сейчас Давайте Можно сразу Казакова Разыграть Готов Разыграть Нет Шапочку Казакова Мы разыгрывать Не будем Я предлагаю Вообще Гробовского Целиком Полностью Вместе С его Макбуком Разыграть Нет Почему Прекомню Нет Что есть еще Промокод Награбовского Что лучше iPad mini Nexus 7 3G Честно говоря Я вот не видел Nexus 7 Но я уверен В том Что iPad mini Лучше Чем Nexus 7 Но Это чисто Субъективно В каком Asus Трансфорнивает Патт Infinity TF700T Вопрос DGVöz Вот Понимаешь Что это Я Это Такая фигура С клавиатурой Которая Дбolor С Ce Nie To Pats Some Titan 这 Z Rad Τ Yes patience It C When It Но больше меня убивает этот процесс, когда надо пальцем двигать курсор, а отпечатать на клавиатуре. Это непривычно совсем. А на клавиатуре нет трекпад? Нет у планшетов курсора свободного, он есть кликанный. Но это неправильно. А вот такого нет, и это немного расстраивает этих вещей. Но может быть ему стоит мышку включить? Там же есть наверняка USB. Потому что мышка понимает. Нет, это вот тоже самое. Ты же к iPad не будешь? А, мышка. Ну не знаю, что тебе надо. Потому что я подключал к какому-то планшету на Android мышку, причем беспроводную. Там просто такая фигулинка USB-шная, типа приемника. Я вставлял, и все прекрасно моментально определялось. Это очень здорово. Такие вот дела. А что у нас на podcast.appleinsider.ru? Есть ли какие-то вопросы? Что там вообще происходит? Так, а я вот посмотрю пока в твиттере, что вы спрашиваете. А сами вы какими наушниками пользуетесь, спрашивают Настя? Ну, я пользуюсь VR-подзами. Я тоже сам пользуюсь VR-подзами, мне прям очень нравится. Ну, они нормальные, они нормальные. Вопрос к JC Root. Почему ты не сделаешь root, и сколько ты еще собираешься ходить с Nexus? Ну, у меня встречен вопрос. А нафига мне root, если я твиттер могу проверять без root? То есть вот прям вот так вот ответь мне, пожалуйста, зачем мне root? Единственный вот кейс, который я для себя понял, для чего может нужна быть root, это для того, чтобы записывать с экрана девайса. Ну, то есть тот же screencast, только с Android. Но мне это нафиг не нужно. Поэтому root я делать не собираюсь, честно говоря, не понимаю, для чего он конкретно мне нужен. Если внезапно он мне понадобится, то да, я, наверное, пойду рыть всякие различные формы и мануалы о том, как это сделать. Но, насколько я знаю, вроде root-уется, это все дело не очень сложно. Так, смотри, парни, что лучше купить, iPhone 5 или iPhone 4? Ну, блин, это же совершенно разные устройства, как их можно сравнить? А давай такие вопросы будем опускать просто, потому что, если мы будем отвечать на каждый совершенно неадекватный вопрос... Понимаешь, это все равно, что ты сейчас сказал, что если тебе, ну, не я, конечно, если тебя когда-нибудь кто-нибудь спросит то поняк есть кедр? Ты не, если считаешь этот вопрос. Видео очень лагает. Да, вот есть такая проблема сегодня. То ли у нас с интернетом, то ли с гуглом какая-то проблема. Но, в общем-то, вот такие вот дела. Ужик, ужик. Да, что ты с качеством? Что со связью? Да, да. У нас что, модем? Виктор Алексеев, обычно знаешь, как происходит? Если ты задаешь вопрос и на него не отвечают, то это может значить две вещи. Нам пофиг. Не, зачем так? Нам, во-первых, нам не пофиг. Это может значить две вещи. Во-первых, первая, 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 самая первая, твой вопрос не заметит. И вторая, на него просто не хотят отвечать. Я твой вопрос видел в твиттере, поэтому остается вторая вещь. Вот так вот без обид, я думаю, мы друг друга поняли. Итак. Как вы думаете, что лучше взять Mac Mini 2012 года со встроенной Intel HD или Mac Mini 2011 года с дискретной видеокартой? Ну, если ты собираешься играть в игру, то лучше, наверное, рассматривать вариант прошлого года с дискретной, но желательно на процессоры помощнее. Если хочется просто компьютер посовременнее, то это, конечно же, iMac 2012 года, по Mac Mini 2012 года. Слушай, а, короче, попробуй открыть твой сайт у себя. Не знаю, у меня все прекрасно работает. В защиту я переключить кое-что. Так. Как вы думаете, Apple зажрались? Ну, а как мы это можем думать? Apple работает, Apple косячит, как и любая другая компания. Apple старается исправлять свои ошибки, правда, не всегда это признает. Поживем-увидим, пока еще как-то рано об этом говорит, но посмотрим, посмотрим. У меня нет Apple девайса, вот что выбрать? iPad 3 или iPad 4? Странный вопрос. Очень странный. Ну да, ну, сложно сказать, вот иногда вопрос, ну, как сказать. Просто надо понимать, для чего вам вообще нужно это устройство. Для того, чтобы нас спрашивать, в какой выбрать белый или черный. Ну да. Дело в том, что если вам хватает на девайс поновее, берите девайс поновее. Вам его хватит на более долгое время. Ну да. Такие вопросы. Тем более, ну, разность-то вроде не такая, да? А я не знаю, сколько. Такая или не такая. На Маке есть вирус? Нет. Дорогой наш Дмитрий Климонтов. На Маке вирусов нет. И Мак это, наверное, одна из самых безопасных платформ. По крайней мере, когда я пользуюсь своим компьютером, я не думаю о том, что я подхвачу вирус. Вот такие вот дела. Почему-то один человек пишет мне в ВКонтакте в личные сообщения, вот все свои вопросы. Он пишет про дизайн YouTube. Он пишет вопросы «Казаков тебя что-либо не пухну?» Он платит, ой, он спрашивает про картошку, что платит. Он спрашивает «Зачем у него официальные клиенты?» То есть это вот личные сообщения. Вы, кстати, еще не стали писать личные сообщения по поводу конкурса. У меня тоже. Ну, просто дело в том, что, прошу прощения, не все поняли условия конкурса. Вот поэтому получается так, что нам и на YouTube личку приходят сообщения, и мне ВКонтакте, и тебе ВКонтакте, и всем ВКонтакте приходят личные сообщения. Но, что ж поделать, мы постарались объяснить, постарались объяснить более-менее доходчиво. Но, в любом случае, если у вас есть какие-то вопросы, вы лучше обращайтесь. Если вам что-то непонятно, допустим, в комментариях к видео, или лучше в личку, а еще лучше в Twitter. Потому что в Twitter мы всегда, в Twitter мы все видим. Если у вас какие-то вопросы есть, то лучше спрашивайте. Потому что, если вы спросите, и даже если вы будете предполагать, что вы делаете правильно, вы лучше спросите. Потому что так будет больше шансов на то, что вы сможете выиграть новенький iPhone. Нам главное, чтобы вы сделали все правильно, чтобы было как можно больше участников, и чтобы как можно больше народу смогли поучаствовать и выиграть iPhone 5. Потому что мы считаем, что iPhone 5 – это действительно классный подарок на Новый год. Да ведь? Я сам, если честно, не отказался от первого iPhone на Новый год, но почему-то мне никто его дарит не хочет. Так у тебя жена и все. Ну и что? Блин, есть то, что у меня куча с интернетов и везде все вылетело. Угостите чайком. А вот, кстати, чайка у нас полно в офисе. У нас целый куча чая, так что приходите, пейте чай, мы вас угостим только в путь. Так, ну пора у меня через четыре надо закрепляться. Вот Monster16 пишет «Казаков, ты сам неадекватный, как ты можешь оценивать вопросы, адекватные они или неадекватные?» Но дело в том, что, Monster, чувствуется нотка обида в этом сообщении, на самом деле не хотелось бы, чтобы ты обижался. И когда я давал такую оценку вопросу, на самом деле я совершенно не хотел никого задеть. Дело в том, что, когда вы задаете вопрос, бывает такое, что на этот вопрос вы можете ответить только вы сами. И спрашивать нас, допустим, что лучше брать, белый айфон или черный, вы должны решать это сами, а не спрашивать нас, потому что это ваше личное предпочтение. Так что, Monster, я думаю, ты на нас не будешь обижаться, и мы друг друга поняли. Так, Кость, сколько вопросов, я прям-таки, привет Курску передайте. Курск, большой тебе привет, хороший ты город. И все те люди, которые нас смотрят из Курска, да и вообще из любых других городов, вам тоже очень большой привет. От appleinsider.ru, спасибо, что вы сегодня вечером с нами. Вы играете в игры? Ты играешь в игры? Ходит тройн день в ВКонтакте, и давай немножечко уделим, вынимаем немножко. Ну вот там просто тоже спрашивают, как мы их повторяем. Игры, нет, я, на самом деле, не играю в игры, просто некогда. Бывает, конечно, едешь в метро или, но... Я вот только на iPad сейчас. Я с ним играю в то, что вот обозреваю. И... Вот перед обзорами. Вот, поиграю, по моментам разберусь. Хотя вот... Я не любитель игр, но вот, честно говоря, вот Allod'e прям очень-очень понравились. То есть... Поэтому я думаю, что те, кто любит, особенно вот такого... Allod'e классный игрушек. Да, вот я, в принципе, оценил даже, потому что я сам никогда не играю. Я понимаю, что вот, если бы я играл, я вообще-то затянулся. У меня Allod'e классный. Причём Allod'e, они... Блин, старая очень серия Allod'e. Я помню, это была, наверное, одна из моих первых игр. Ну, я в ней играл очень-очень давно, много-много лет назад. В Allod'e в основном и первый, чтобы какие-то они играли. Ребят, вы фаны Apple? Я нет. Я просто люблю Apple. Apple делает... Я тоже люблю Apple, но, в принципе, в сравнении с чем-то, наверное, может быть, фанат. Ну... Может быть, чуть больше, чем люблю, но в то же время я чуть не люблю. Меньше, чем слепой фанат, скажем так. Я вот точно знаю то, что я не собираюсь менять компьютер на какой-то компьютер у другого производителя. Вот MacBook, как компьютер, меня устраивает более всего. Да. Планшет? Планшет, наверное, тоже. iPad, это... Ну, из планшетов я больше не вижу альтернатив. А вот телефонов? Телефонов полно различных хороших. То есть не обязательно нужно как-то заклиниваться на одном iPhone. Ну чё, давай сворачивать? Да, наверное, наверное, мы потихонечку будем сворачиваться. Времечко у нас уже 8 часов 4 минуты. Сегодня четверг, 13 декабря. Это в случае, если вы смотрите нас в онлайне, если вы смотрите нас в оффлайне, то мы, конечно же, не знаем, какое сегодня уже число. Привет вам из прошлого. А на этом, наверное, всё. С вами были Илья Казаков и Илья Миромовский. До встречи каждый четверг в 19.00. Пока-пока.